Дарите музыку всегда, и каждый день, и каждый час. И не только музыку гостям дарили организаторы летнего фестиваля. Здесь, в музее, заповедники Горки Ленинские. На открытой площадке расположилась ярмарка продажа изделий ручной работы. Сладости, специи, мягкие игрушки, женские аксессуары, ювелирные изделия. Сегодня с чудесными авторскими украшениями материал, который является основой. Это керамопластическая композиция. Художница создает материалы разного цвета, вмешивая цвет до обжига. И потом лепкой создаются вот такие чудесные картины. Каждая картина уникальна. Фестиваль национальных игр в Горках Ленинских прошел впервые. Приурочили праздник Году культурного наследия народов России. К мероприятию присоединились представители различных диаспор, населяющих муниципалитет. У нас в программе банар там соревнования. И вот конечно с призами. И к тому же мы хотели бы сегодня национальным пловом. У нас большой хазан приготовленный. И мы будем всех, всех детей, взрослых всех угощать. На празднике работали мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Станислав Грецута глину в руках держал впервые. Учился лепить кружку. Говорит, хороший учитель и желание – залог успеха. Думаю, этим плотной заняться. Как хобби. Очень интересно и приятно все вот это вот помять. А детей было не оторвать от сцены. Аниматоры проводили с ребятами развлекательную программу. И конечно, знакомили с играми разных народов России. Хорошо, что здесь проводят такие праздники для детей. Хотелось бы, чтобы это чаще было. Потому что сейчас детям, многие дети ведь остаются здесь, в Подмосковье приезжают. Одна отдых. Интерактив был предложен не только для детей, но и для взрослых. Вот это, например, национальная татарская игра. Закрытыми глазами найти и разбить горшок. Ребенка, отведите подальше. Левее, левее, левее. Фестиваль национальных игр объединил более 300 гостей и продлился до вечера. Юлия Погасьян, Гирилла Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.